Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня, подводя итог нашему путешествию в Санкт-Петербург по местам боевой и трудовой рокерской славы, хочу рассказать вам о Ленинградском рок-клубе. Идем по питерским катакомбам искать бывший рок-клуб. Мы найдем его в любом случае. Мы упорные, от нас ничего не скроется. Это самая первая официальная рокерская организация в Советском Союзе. Создан клуб в марте 1981 года. И просуществовал до 1989 года. Членами клуба были 67 рок-коллективов. Из наиболее известных аквариум, ДДТ, пикник, кино, телевизор, зоопарк, поп-механика, секрет и ряд других. В 2012 году, говорят, его возродили на Цветочной улице в Санкт-Петербурге. Но я даже их сайта не нашел. Так сильно возродили. Несмотря на дождь и ветер, вчера кончилось бабье лето. Мы, как настоящие рокеры, посещаем все места рокерской славы. И сейчас движемся в сторону бывшего рок-клуба Рубинштейна 13. Это улица Рубинштейна. Идемте. Вот он сзади, дом Рубинштейна 13. А вон тот театр, где раньше был рок-клуб. Подойдем, хотя бы посмотрим на него со стороны. Пойдемте. Из воспоминаний генерала КГБ Олега Калугина Создало его местное отделение Комитета государственной безопасности Руками самих же рокеров-комсомольцев Чтобы следить за всем происходящим в рок-движении Держать руку на пульсе И не допускать идеологического разброда и шатаний среди молодежи Вот здесь гласит история Был первый в стране рок-клуб Который был создан в 1981 году Первым В Москве рок-лаборатория была создана четырьмя годами позже В 1985 году А в Свердловске еще один рок-клуб Я даже не знаю, по-моему, в 1988 году был создан Чуть позже еще Поэтому именно здесь родина официального уже рока была Сейчас, видите, здесь музыкальный театр Несмотря на гневное осуждение наших органов госбезопасности И сочувствующего им населения в среде передовой либеральной общественности Хочу сказать, что, на мой взгляд, все же у государства в то время Может быть и с некоторым перекосом, но был правильный подход к молодежной музыке Уверен, что они хорошо были знакомы с выражением Конфуция Который еще 2500 лет назад, до нашей эры, сказал Что разрушение государства начинается с разрушения его музыки Не имеющий чистой и светлой музыки народ Обречен на вырождение То есть я опять возвращаюсь к тому Что мы все вместе, полстраны, обожают рук музыку Но мы не смогли сберечь вот это вот отношение Сейчас же все пущено на абсолютный самотек На телевидении рока нет На радио, там одна радиостанция, это наша радио Эти ведущие не понимают, что такое рок-музыка Крутят, что попало Называют это роком Поэтому наша задача, наша Всех рок-музыкантов Играть чистостильную рок-музыку И возрождать интерес русской публики К нашему русскому року Но если будем играть, что попало, реклектику гнать В хэви-метал, попсу и шансон Мы никогда в жизни не возродим интереса К настоящей рок-музыке Рок-музыка опять становится андеграундным движением Особенно передовая, технически сложная музыка Все разновидности современного хэви-метала Она непонятна старшему поколению Которое и держит сейчас бразды правления в своих руках Поэтому рок-музыку игнорируют и телевидение И большинство радиостанций И другие средства массовой информации Более того, рок-музыку не изучают Ни в консерваториях, ни в музучилищах Отсутствуют в полном смысле этого слова Теоретические исследования рок-музыки Отсутствуют абсолютно Государство не финансирует исследования Ни рок-музыки, ни вообще любой современной музыки В литературе не существует даже Теоретического музыкального определения рок-музыки Именно как музыки, а не социального явления Нет ни единого определения, нигде Это красноречиво говорит об отношении к рок-музыке У нас в стране И не только властей, но и населения Причем самое смешное, что кого не спроси Все говорят, что они обожают рок-музыку И презирают попсу Но так говорят, на мой взгляд, только потому Что рок-музыка традиционно считается Интеллектуальным видом музыки И музыкой протеста А всем же хочется казаться и умными И революционерами одновременно Борющимися с кровавым режимом Но на поверку Все оказывается совсем наоборот Основная масса населения слушает попсу Или попсорэ Так популярные сейчас у нас в стране Подтверждением этому для меня Послужил следующий факт Недавно я посетил концерт Двух, на мой взгляд, лучших в нашей стране Металгрупп, Ауткаст и Аматы И сделал подробный, сравнительный анализ Музыки этих двух музыкальных коллективов Причем я сделал настоящий Теоретический анализ А не журналистскую болтовню на эту тему И поэтому считаю, что такой анализ Должен быть интересен любителям рока Так вот, мои рассуждения уже почти месяц Висят и в Ютуб, и в Инстаграм Но их посмотрело чуть больше тысячи человек Вот это и есть реальное количество Настоящих любителей и ценителей Современного металла в нашей стране Со 150-миллионным населением А на словах все обожают рок-музыку И очень любят поучать Волощука СД Как играть рок Но самое смешное, что и на Западе Отсутствуют теоретические исследования Критериев рок-музыки И единственный знакомый мне человек Который посвятил несколько лет Своей жизни исследований И определению основных критериев Рок-музыки Это ваш покорный слуга Волощук СД Который обнародовал Краткие резюме своих исследований На своем Ютуб-канале Но кроме дикого хохота И оскорблений в свой адрес В среде якобы специалистов И любителей рока Я не вызвал больше ничего Чтобы узнать мнение не только наших Но и ведущих зарубежных рок-критиков Об основных критериях рок-музыки Как музыкального стиля Мне и моим детям Участникам группы Волощука СД А по совместительству Студентам Института Международных Отношений Пришлось перевести ряд Самых известных зарубежных книг Претендующих на теоретическое значение Скажу резко Это обычная журналистская болтовня Приукрашенная профессиональными Музыкальными терминами Получается, что и на Западе Где рок-музыка и зародилась Отсутствует четкое понимание Критериев рок-музыки Несмотря на то, что она Как культурное явление Существует уже порядка 70 лет Поэтому сейчас По результатам своих исследований Я готовлю небольшую книгу Об основных критериях Классической рок-музыки Надеюсь, что в начале следующего года Она увидит свет Буду рад, если она вызовет интерес И у рок-музыкантов И у любителей рок-музык И так как я сегодня Пообщался с Владимиром Ильичем Лениным Возле крейсера Аврора То я перефразирую их лозунг знаменитый Карло Марксовский еще Рок-музыканты всех мастей Объединяйтесь А теперь по традиции К каждому выпуску наших Рок-мыслей вслух Зачитаю вам стихотворение Которое называется Как стать нам лучшими в рок-мире? Остались лишь одни воспоминания И от рок-клуба, и от музыки былой И так на западе никто не знал нас Теперь подавно знать не будут С музыкой такой Мат-перемат, а кын сегодня в моде Хэви-метал попса шансон звучит везде Мешает все, как в мусоропроводе Молодые рокеры Не понимая, кто они и где С тупой эклектикой Никто нас знать не будет И с подражательством тупым Не будут знать Без самобытности Мы так и будем в блуде Школьных друзей и маргиналов развлекать Аутентичность Первое, что нужно Чтобы играть сейчас достойный рок Второе, тексты Лишь с поэзией Осмысленной, жемчужной Мы сможем сделать нужный нам рывок На первые позиции в мейнстриме Или пришли вы в рок, чтобы окурки пошибать Придется жертвовать привычками своими Вместо болтать Работать, думать, развивать Тогда и будут миллионы и роллс-ройсы Тогда и будет слава и почет И власть считаться будет Как и бизнесмены-боссы И музыку такую обожать будет народ Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok